Всем здравствуйте! Обозреваем сегодня пилтонины. Значит, у нас тут предпоследняя и последняя модель 2015 года. Сейчас мы их визуально сравним. Ну и, собственно, на одной из них поработаем, посмотрим, как она работает. Значит, в пластиковых ножнах у нас модель, предыдущая, предпоследняя, не помню какой год. И в коже 2015 года, значит, разница у них в чем. Сначала сами ножи посмотрим, потом расскажу за ножны. Значит, немножко иначе выполнены спуски. Разные материалы. 2015 года чуть-чуть совсем длиннее. В остальном все то же самое. Рукояти, тефлон, толщина. Вот, сейчас я все поставлю. Вот этот 2015 год, вот этот предыдущий. Чуть-чуть совсем разница. И кончик немножечко тоньше, 15-го, но я думаю, что даже если он сломается, ничего страшного в этом не случится. И вот чисто по ощущениям, материал на рукояти более пластикообразный такой, так скажем. Значит, теперь за ножны. Пластиковые ножны, ролик, подвесный ремень. То же самое, подвесный ремень, ну, к бедру, соответственно. В кожаных ножнах предыдущей модели вот этот ролик отсутствовал. На кожаных ножнах 2015 года ролик у нас тоже присутствует. Вот таким вот образом выполнена петля на ремень. Ну, собственно, все. Кольпюжак к бедру только через вот здесь, с внешней стороны. По весу примерно одинаково. Сейчас мы возьмем новый и посмотрим, как он работает у нас. Ну, это трухлявое какое-то дерьмо. Все, найдем что-нибудь получше. О, например. Вот, например. Заодно и порубим мальца. Вообще, конечно, шикарный лом. За счет крючка на ручке очень хорошо, удобно держится, удобно рубить. Никуда не вылетает. Надежен, как топор. Строгает, естественно, как лом. В принципе, строгает, но не опинель. Совсем. Сейчас что-нибудь поковыряем. Идем что-нибудь поковырять. Сейчас посмотрим, это совсем. Да, это совсем трухлявый. Вот, вроде, получится немножко. Ну, кончик целый. В этом плане все в порядке. Брить бреет после того, что мы им делали. Ну, немножко, конечно, но, в принципе, заточку держат. Сейчас мы его воткнем, встанем на него. Найдем, куда воткнуть. Нет, не встанем, потому что выламывается. Да, собственно, ну, ничего себе не случится. С такой толщиной. У нас некуда его убить. В общем, по факту, хороший лагерный нож. За эти деньги, сколько он стоит. Нет, я вообще не уверен, что можно что-то лучше найти. Тем более, что тут углеродочка с тефлоновым покрытием, которое удерживает это ржавчины. Хороший такой лом. Гораздо лучше глока, на мой взгляд. По крайней мере, гораздо более резучий уж точно. Ну, вот, такие дела.